В Саранске снова повысится стоимость проезда в общественном транспорте. На этот раз изменения коснутся цен на билеты, троллейбусах и муниципальных автобусах. Горэлектротрансы готовы объяснить причины, когда все подорожает, знает Людмила Кусерова. Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте Саранска повышалась ровно год назад, 1 января 2016-го. Ездить на троллейбусах и автобусах стало на 1 рубль дороже. То же самое повышение ожидает нас в начале этого нового года. С 1 января 2017-го года в муниципальном транспорте поднимется проезд на 1 рубль. Стоимость проезда в троллейбусе будет 16 рублей, в автобусе с общим режимом движения также 16 рублей и в экспрессе 17 рублей. Общий проездной будет стоить 1120 рублей, на автобусы на троллейбус по отдельности, на автобусы троллейбус будет стоить 800 рублей. Подорожание билетов в общественном транспорте было спланировано заранее с учетом инфляции и разных других экономических показателей. Городские депутаты еще в 2014 году разработали проект повышения цен. С тех пор раз в год мы узнавали, что цена билета увеличилась на 1 рубль. Что же касается маршрутных такси, то это совсем другая история. Для них уже другой орган государственное собрание устанавливает предельный тариф. И они могут повышать цены, пока его не достигнут. Кстати, сейчас они работают на верхней ценовой планке. И брать больше 18 рублей за проезд в ближайшее время им никто не разрешит. Что же касается гор электротранса, то здесь отмечают в Мордовии одни из самых низких в России цен за проезд. За следующий год, говорит, не берутся, мало ли что может случиться. Эта организация подневольная городским властям. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и в республике, и в городе, и в преддверии подготовки к чемпионату мира, наше предприятие стабильно работает и упускает на линию те транспортные средства, которые для того, чтобы хватало населению добраться до своих мест. А еще в ближайшее время городской автопарк пополнится новыми машинами. Автобусы и троллейбусы должны прибыть в Саранск до Нового года. Вместе с повышением цен на билеты в горы электротрансы стараются улучшить и качество обслуживания, чтобы пассажиры не зря платили лишний рубль. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Продолжение следует...